Народ, всем привет! Привет! Ну что, наконец-то мы добрались до пляжа Аль-Мамзар. Сейчас вам покажем пляж. И сегодня мы приехали, сегодня женский день. Ну, то есть нас допускают. Понедельник, сегодня понедельник. Мы встретили прекрасных людей. Алина, Игорь, если вы на сворке, вам привет. Жалко, Игорь не пустили, он пошел на бесплатный пляж. Не, они вдвоем пошли. Напротив, ну да. Жена не бросит. Алина не бросит. Да, жена не бросила, жена молодец, Игорь тоже. Ну, ребята, я надеюсь, что у вас все удалось и вы позагорали. Ну, здесь вход стоит 5 дирхам, и понедельник, среда, в данный момент, женские дни. То есть пускают только детей меньше 12 лет. Не знаю, как они это определяют, и женщин. Можно купить билеты как в кассе, так и оплатить карточку. Как она? Нул, да? Да. Нул карта, это карточка, которую мы платим в метро. Мы вам видео про метро показывали, оставим по ссылке в описании. Вот такой сегодня классный, пустой Эль-Мамзар пляж. Очень рекомендуем, потому что, да. Потому что он просто очень уютный. Мы вам его покажем, и сейчас начнем с первого пляжа. Мы здесь не были сколько? Года три, да? Я уже не помню. Из-за всей ситуации. И так сложилось, что один из наших любимых пляжей, мы вам покажем его сначала. Здесь есть четыре, четыре пляжа. Сейчас мы пойдем на первый, наш любимый второй. Третий немножко с волнами, а четвертый был с сумасшедшими видами на небоскребы в Шарджу. Но как оно сейчас обстоит, мы вам покажем и расскажем. Еще раз, мужчины, понедельник и среда не ваши дни. Боже мой, как пустынно. Послушайте, мы когда сюда заходили просто, в камеру, мы когда сюда раньше заходили, здесь просто вот толпу людей шли, но всем хватало места. И если сравнить его с Лемером, Лемер тоже очень прикольный пляж, то здесь дешевле будет и водичка, и покушать, и лежаки, и всякие такие вот дозонтики, вот это вот все. Мне здесь нравится, а, ну правильно, за пять дирхам шикарные были, я думаю, они есть и раздевалка, и туалет, и душ. А там как-то это все платно. Ну, на Лемере как-то куца вообще все сделано. Да, пляжный душик есть, но пляжный душик не отменяет никто. А вот душ помыться уже после пляжа, это платно, но туалет там бесплатно. Смотрите, зима, зима, мы в таком этом. Кстати, что еще там, я знаю, что, по-моему, это 100 гектар или 106, что-то я такое читала. Да, да, и пальм, пальм и деревьев где-то 2000 высажено. Мне казалось, говорят, 100 гектар. Хорошо, и что? По-моему, 1900 пальм, если вам нужна эта информация, и много-много деревьев. Сейчас, подождите, я покажу вообще, где мы идем, посмотрите. У меня такое впечатление, что я в каком-то турецком отеле в 6 утра и никого нету. Хотя сейчас уже не 6 утра, сейчас уже 12. Мы так немножко зачухались, ну знаете ли, зима, и дело в том, что бывает холодновато с утречком. А смотри, ничего не бывает просто так. Зато бы мы не встретили ребят. Да, мы встретили таких чудесных ребят еще раз. Да, мы Алину и Игорь встретили, вот, пообщались. Пообщались в автобусе. Так приятно. Надеемся. Надеемся. Что, спишь, смотрите, у нас рубашки прикольные сегодня. Я, нет. Видео про шопинг этих рубашек будет обязательно на канале, но попозже. Наверное, пляж все-таки интересней. А Сумаса выпекает? Сначала выпустим пляж. Не, ну по-любому, даже если зима, берите шапочки, очки, берите кремы. Не шутите, испортите себе отдых. В общественном транспорте берите что-то тепленькое и в магазины, чтобы не замерзнуть. А здесь, конечно, и кремы от солнца. Ну, классно сделано. Это парк. То есть, выплатить за вход в парк, и, наверное, здесь деньги идут на обслуживание парка, потому что очень, очень зелено, очень зелено. А Ла-Мэр там такие бутики стоят, знаете, как в сериале Калифорникейшн. Этот пляж, я забыла, это место как называлось. Ну, в Лос-Анджелесе, я забыла, я оставлю по ссылке в описании. Когда я была в Америке, я посетила это место, реально, по образу и подобию. Очень похож этот пляж. Сейчас вайпаю камеру. И вот уже видно моречко. Кстати, классно, здесь такие вот и хвойные деревья растут. И вот такие интересные кусты цветов. Было в правилах написано нацепить масочку, но мы сняли, потому что, в принципе-то, никого нету. Да, никого нету. Сейчас подойдем ближе, я включу снова. Вот, подошли мы к первому пляжу. Называется Нурас-Бич. Сейчас на первый раз вижу это название. Обычно здесь вот, как бы, ну, такой лодки, серфинг. Очень мало народу, видите, его реально мало. Пальмы красивые вообще, как будто мы, я не знаю где, в Доминикане. И песок такой белющий. Такой же берющий песок, кстати, в отеле Рэдисон был. Я тоже снимала видео. Оставлю в описании. Идемте к водичке. Подойдем с вами, посмотрим. Что-то я здесь тебя подожду. Наташа сказала, что подождет меня в тенечке. Смотрите, как мы на пляж собрались. Дурных? Да. Пакетик Лулу, в котором два полотенечка и пляжная сумка. Ну, столько места займут. Да, столько места. И вот, если вы придете вовремя или рано, у вас будут такие пустые бесплатные грибки. Ну, сейчас же будний день, женский день. Да, будний день, женский день. Так что будет здорово, если вы займете. А я пока пройдусь с вами. Ну, вообще классные виды. Покажу вам все вот такие вот виды шикарные. Здесь раньше было очень много моторок вот таких. Мы как-то к нему, когда подходили, нам неудобно было здесь отдыхать. Не хотелось отдыхать здесь. Мы шли на второй всегда. Ну, кстати, здесь, чтобы еще дойти до туалета, я не знаю, может, это вот белое здание, туалет. Вот, очень... О, наши, наши люди здесь, чую наших. Так, ну, вот такая водичка. Водичка шикарная, честно, водичка. Ну, вот, видим такие зеленая полоса, синяя, если видно. Зеленая, синяя, зеленая, синяя. Красиво. Зеленая, немножко прохладненькая, но, знаете, если постоять, то, пожалуй, я бы поплавала. Сейчас посмотрим. Я тот еще мерзляка. Вот, песочек хороший, вам скажу. Ножки утопают в нем. Народ, в эту зиму дарю вам водичку. Пусть у вас все будет замечательно. Вот, и сейчас пойдем на второй пляж. Вот какая зелень. Выходим из первого пляжа. Кстати, пожалуйста, в комментах напишите, какой из пляжей вам больше понравился. Выходим с первого пляжа и идем на второй. Вот, кстати, он уже и перед нами, но он очень длинный. Вот, начинаются такие шикарные пальмы. Второй парк. Ну, там еще идти, идти, чтобы зайти в его центр. И прямо будет, если выйти из пляжа, туалет. Душевые кабинки. Все бесплатно. И вот такие грибки, смотрите, тоже бесплатно. Вы под ним можете лечь, но обычно они все были заняты. Когда мы здесь были, последний раз, до всей этой ситуации, пару лет назад, тогда было приходить не знаю во сколько, чтобы занять грибок. И мы часто занимали место просто под пальмом. Вот лавочки. Видно, что покрашены новенькие. Очень часто здесь, кстати, есть зона барбекю. И местные приезжают с мясом, жарят здесь мясо. И на барбекю всегда надпись «Свинину не жарить». Пожалуйста, не соблазняйте. Поэтому у нас всегда есть надпись «Веселёй». Да, это дальше зона барбекю. Обычно мы туда не подходим, потому что мяска у нас с собой нет. Боимся соблазниться. А пахнет там очень вкусно. Вот же душевые. Ну, это же, кстати, тоже. Это, наверное, хорошо близко к первому пляжу. Душевые туалеты. Вот кафешечки. Обязательно есть будка спасателей. Душики. Да, душики. Всё есть. Не фонтанчики. Видите, как пустыдно в женский день. Так что, если вы, кстати, без мужчин, наверное, мои рекомендации прийти сюда в женский день очень классно. Потому что иногда бывают... Ой, смотри, тут название есть. Муржан. Раньше этого всего не было. Ага. И этот пляж называется Муржан. Так, мы, наверное, здесь где-то оставим свои вещи и пойдём уже гулять по водичке, да? А ты как-то хочешь? Ну, мы на втором обычно. Мы на третьей обычно не ходим. Серьёзно? Да. Ну, мы гуляем и загорать не ходим. А, так идём вон ближе к еде, называется. Всё, идём. Идём мы ближе к еде, да. Тогда не надо так прям. Или по песочке? Ну, не знаю. Кстати, вот там такие качели есть, тарзаночки. Можем по песочку пойти. Вообще, конечно, скажем так, в любое время года песочек, пальмы, солнышко и водичка – это радость. А в зиму это вообще класс. Вот, смотрите. Тень от зонтика есть и тень от пальм. Кстати, от зонтика она какая-то вся вот в дырочках, а от пальм более-менее целая. Но всё равно это мало, это на... Ну, на двоих человек нормально будет. Ну, и солнце же ещё будет перемещаться. Да. А впереди есть зонтик, и мы можем взять, допустим, один зонт и попросить вкопать его в песок. А подстилочка у нас уже есть. Сейчас подумаем, что мы будем делать. Наташа. Подумай. Ваши мысли. Всё зависит от цены. Значит, пойдём узнаем цены. Вот, подошли. Смотрите цены, народ. Есть полотенце 10 дирхам, 2,7 доллара, один лежачок 20 и зонтик 15. Но я не знаю, вообще цены очень адекватные, особенно для Эмиратов. Сейчас подумаем и вернёмся к нашему решению. Так. Я блайзеры делаю, народ. А тут две бабочки. Занимаются какими-то неподобствами, я на блайзере. Ну и всё, пускай. Нет, не сгоняю. Куда ты их звонишь? Вот же песок. Там, там, да, там. Мы тут взяли только зонтик за 15 дирхам. Ну, нормально, в принципе. Сейчас посмотрим. Я думаю, нормально. У нас сидит нормальная эта подстилка. Ну да, ты, я и бабочки. Идём. На руку пока одень. Так, начинаем наши эти раскрывания. Смотрите, какой коврик мы купили за 5 дирхам. Наташа не любит его запах, но я его выглядела. Ой, да, он какой-то очень странный. Натуральный бамбук. А мне, ну, он деревом пахнет. Вот, есть такой деревянный коврик. Можно его купить в Карифоре. Или 5, или 15 дирхам. Да, что-то не 5, что-то ты обманываешь. Ну, 15, ладно. Но всё равно удобно. Постелил на него полотенечко, положил всё. Так что мы на втором пляже расположились, но прошли прилично. А пардон, это для... Как мы это будем лежать? Как-то для одного. Пардон, разберёмся. Ну, ты же не хотела его, смотри. Да было два брать. Где ещё есть наше полотенечко. А, большое такое есть. По-моему, голову куплено за 20 дирхам. Здоровое такое полотенце на пляже как раз. Боже, как, слушай, жарко. Да, это зима вообще. Пани Ромашка, давай быстрее. Мне тут так жарко. Ну, всё. Наталья, заходите в ходу. Можно, да? Ложитесь. Вот такое у нас уютное место. Кстати, за Наташей вон хижина. Это еда. То есть, если вам надо будет покушать, перекусить, тут будет намного дешевле, чем на Ля Мэре. Вот, чем ещё удобен зонтик. Смотрите, как можно удобно повесить свои вещи. Всё повесил, и никаких проблем нету. Бабочки всё ещё с нами на нашей кепочке. Ой, смотрите просто на вот это вот волшебство. Очень прозрачная вода. Прохладная. Так как и должно, в принципе, быть зимой, да? Да? Так, а где рыбки, Наташа? Говорит, здесь рыбки где-то. Ага, рыбочки. Это мы всё ещё на втором пляже. Мы легли здесь. Но сейчас пройдём и посмотрим с вами третий, четвёртый пляж. Может, что изменилось, не знаю. Ну, очень красиво. Очень чистая вода. Просто. Вообще, вот, ну, Мальдивы какие-то, я не знаю. Ну, сейчас немного теплее вода. Ну, если постоять, вообще будет классно. Ну, пойдёмте, пройдёмся немножечко. Какая вода классная. Давай. Сальто Мортале. За всех вас. За всех вас, народ. За всех вас. Вот такое сердечко передаём. Кидаю тепло. Кидаю вам тепло. Кстати, я вот это ойкнула. А сейчас вообще замечательная вода. Нет, классная вода вообще. Класс, класс, класс. Ой. Здесь карточки есть. Давай спасём жучка. Давай спасём жучка. Вон. Зачем-то он... А может, он плавает? Слушай, может, никого не надо спасать? Ага, только ты сейчас это. Только не кверх ногами. Ой, он так зацепился. Ну, так это ж... Как... Я не знаю. Я его майскими называю. Слышаю жучка. А он сейчас опять в воду поёт. Куда ты меня, я хочу. Господи, на него никто не наступил. У меня морские ванны. Всё, это вот второй пляж. Вот такой, покажи ещё. Вот он какой. О, мы оттуда пришли с первого. Здоровый такой. Да, он самый, да, наверное, большой? Да. Но здесь спокойный залив. Тут волн нету. Да, вот тут такое реально сказочное место. Просто вот смотрите эту панораму, где можно встать и сделать кучу красивых фоточек. Ну всё, идём теперь на третий пляж. В конце второго пляжа немножко вода грязная. Наташа даже расстроилась. Только пьяно, чего? Говорит, пляж стал грязным. Кстати, осторожно, всегда вот такие штучки есть. Ну это корни деревьев. Можно на них наступить. Вот, выходим со второго пляжа. Смотрите, какая красота. Ой, тут ещё нужно подняться. И вот уже третий пляж. Вот третий пляж. Помню, как-то мы гуляли здесь. Нас сфотографировали с иранской семьёй. Помнишь, они нас поймали белых обезьян. Давай с нами фотка. Это так смешно было. Ну не знаю, это как-то... Ой, волшебное место. Не очень понятно мне, женщины. Ну и принятно было. Кстати, сегодня он тоже очень спокойный. Обычно здесь такие волны вообще просто. Тут как раз волны побольше. Но тут не двухметровые, конечно, были. Первый раз я вижу, что этот пляж спокойный. Потому что сегодня день спокойный. Не знаю, как он называется. Помнишь, сейчас какие-то таблички уже ставят, как называются пляжи? Ну, сюда был один, два, три. Никогда не было. Ну, опять же. Где-то там должен быть четвёртый. Сейчас посмотрим. Даша говорит, а где четвёртый? Я говорю, ну, не приснилось же мне. Посмотрим. Где-то же должен быть. И вот душики стоит этот столб такой. Это души. Большая семья сидит. Что опять-таки необычно. Вон, даже вижу грибок свободный. Вообще круто. Просто в такое время, уже почти час дня, чтобы грибок был свободный. Красиво, очень красиво. Сейчас подойдём к водичке, покажем вам водичку. Вот, пока я иду к водичке. Ежели есть у вас такая возможность, будьте добры, подпишитесь, поставьте лайк, прокомментируйте, какой из пляжей вам больше понравился. Нам будет очень приятно. Ну и расскажите о пляжах, которые вам понравились вообще в мире, где вы были, а может быть, в своей стране, по чистоте, по удобству, по комфортности, по-по-по-по-по, по-по-по-по. По вашим критериям. По-по-по. Кстати, по-по-по-по. Мамзар, наверное, для меня самый удобный пляж. И мне он нравится. Ну, потому что, смотри. Хотя я была в 33 странах. О, вот это ты вопрос задал. Да, поэтому я же говорю, что по комфорту очень... Боже, здесь вода какая-то вообще совсем бирюзовая. Что-то здесь я вот на Мальдивах не была, но я вам скажу, что картиночки очень близко к мальдивским. Ой-ой-ой. Вот такой перешейчик. Перебегаем его. Ой, шлёпнулась. Класс. Ой, и бабочки у меня прям зависли. Посмотри, вот это держит от нас. Смотрите. Что там занимаются? Напишите в комментариях. С бабочками. Кто у нас... Как это называется? Я чуть не ляпнула орнитолог, но это не по бабочкам. Помнишь это в дежавю фильме? Я... Бабочки супер. О, вообще... Это... Не знаю. Я надеюсь, что камера передаёт, потому что я ничего не вижу сейчас в камеру. Слепит солнце, но красиво. Вот тут чистенько. Это красота. И вот тут, посмотри, тут всё-таки волны, видишь? Да, есть, 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 есть. А там нет, там более-менее стоячая вода. Там вообще стоячая вода, можно сказать. А здесь... Ну, здесь как бы... Сегодня нет волн. Первый раз вижу, что третий пляж спокойный. Первый раз вижу. Ну, это ещё не факт, может быть. Ну, в общем, как я и говорила, по-моему, видео про Эльзабиль парк. Да, что? Мои три любимых доста. Global Village раз. Золотая рамка два. El Mangar три. По-моему, так и говорила тогда. Тебя ещё это удивило. А фестиваль мол? Ну, фестиваль мол уже в тройку не входит, но он тоже очень шикарный. А, ты называешь тройку Новая Раширина до десятки, до двадцатки. А мне на Ай не понравилось. Как они сделали Айн. Дискотека индийская там была. Марина, шоу-дронов. Нет, всё классно. Просто такие вот любимые самые вещи, которые, наверное, увидела Global Village этот пляж и увидела в свой первый здесь приезд, когда я только приехала сюда работать. А потом уже построилась рамка, она меня тоже очень сильно впечатлила. и все видео оставлю в описании. И я очень, очень желаю и рекомендую, и чтобы вы это посетили. Это просто, это классно. Ой, бабочки прелесть, слушай. Они с тобой долго были. Их хотела куда-то. Они живы, с ними всё. Значит, вторая хочет зацепиться. Надо ей как-то помочь. О, я ей помогла, всё. Всё. Спасибо, Наташа. Что без тебя делала? Вот. Это ты сейчас от бабочки? О, боже, что они... Ой, я поняла, что они делают. Что они делают на моем блазере? Ужас. Красиво, очень красиво. Тут рыбки проплывали как-то близко. Я не знаю. Уже, по-моему, ничего не видно. А они в цвет песка, поэтому... Я думаю, что когда солнце на них сверкает, так они... Какие? Не маленькие рыбки, не маленькие. Слушай, вода, конечно... Сказка. Да. Вода, сказка. Беру свои слова обратно. Яри Мамзар, сказка. Да, Наташа? Мне очень нравится этот пляш. Парк, пляши. Классно. Уютно, он комфортный. Нет и столько... Ну, вот сейчас, по крайней мере. Никогда вот особо вот столько людей, как вот эти Джибер. Сколько есть? Даже на том Ля Мэре. Ля Мэр. Да, Ля Мэр. Приятный, приятный. Ну, добираться пишите в комментах, расскажем. А так рекомендую. Нет, я имею в виду, что да. На автобусе 28, в принципе, идет со станции Саля-Хальдин. На общественном транспорте. Ну, или таксишечки, если есть денежка, а что нет? Здесь рыба просто стоит. Вон, смотри. А, вон, смотри. Просто стоит рыбешка такая, и люди плавают. А тут мне плавают, слушай, как палочки прямо. Да тут, если в очках плавать, думаю, с ластами и с трубкой будет прикольно. Ой, какие здоровые. Такие, они не полоса, но не полоса. Я надеюсь, что что-то видно. Ну, так. Рыбка очень прикольная. Пожалуй, я одену жидкость. И вот мы выходим с третьего пляжа. Наташ, помаши мне. Вот. Третий пляж. Красивая такая лагунка, да. Очень много зелени, пальмочки. И идем на четвертый. Вон, какие-то люди, кстати, тоже идут на четвертый пляж. Так что четыре пляжа здесь, народ. Четыре. Они как зеркальные, да, получается? Они первые как лагунка, да. Второй, ой, четвертый, наверное. И третий. Третий самый открытый. А второй, получается, у него идет вот этот волнорез, или как сказать, да, защита, он больше. Ага. И здесь вот внутри... Вот сам по себе спешой. Внутри сад. Внутри находится такой садик. Надеюсь, тоже его покажем сегодня. Вот показываю вам Наташу на фоне этого пляжа четвертого. Потому что одна женщина просто пристала к нам. Просто вообще. А что вы снимаете? Вы меня сняли, а, короче, стирайте видео. Мы такие, да, успокойся, типа, кто тут кого снимал? Нужна когда-нибудь. Да, нужна ты нам очень. Не влазь в кадр называется. Ну, в общем, такой себе. Значит, я поняла, четвертый пляж, он такой семейный. И ну нафиг здесь снимать. Потому что мы, конечно, ей ничего не показали. Но какая-то женщина странная вообще. Она была не покрытая ничем. Не в черной абае. В общем, короче, пристала к нам. Поэтому мы так стоим, типа, фоткаемся и снимаем вам видео. Ну, такой пляж, в принципе, нормальный. Тоже очень мало волн. Вот, но... Снимать здесь, да. Снимать здесь и делать фото, ну и вон нафиг, короче. Ну что, Нара, что-то нам опять портануло. Подбежал к нам спасатель. Ну, девочка Лаввер говорит, ой, там на вас жалуются. Пожалуйста, не снимайте здесь. Мы говорим, потому что женский день. Ну, потому что они все без абай, купали, как типа такое. Пожалуй, с нас какая-то баба не местная, какая-то из Сирии вообще. Она говорит, она из Сирии, типа, такого. Она очень не хочет, чтобы вы ее снимали. Мы вообще ее не снимали. Да, она нам нафиг не нужна. Ты вообще кто? Какая-то страшная баба просто. Думаешь, что мы ее снимаем? Скортили нам в кадр, если она влезла. Ну, давай. Да, бог с ними. Так что будьте аккуратны, потому что люди больные на голову. Они чего-то стесняются в своей жизни. Ну, это их право, поэтому... Тем более она была одета. Она же не в купальнике была, в шортах и в футболке. Ну, видимо, для нее это... Золбануться можно. Вот. Ну, мы вам показали все четыре пляжа, да? Первый, второй, третий, четвертый. Еще, наверное, покажем вам этот сад. Зелень, которая внутри этих пляжей. Напишите нам, интересно, ваш, конечно, комментарий. Наверное, четвертый вам плохо показали. Но, в принципе, наш выбор второй и третий, да? Как ты и сказал. Самый классный. Но на третьем, когда волны, на нем некомфортно. А второй, вот, конечно, самый топчик. Да? Да. Пойдем отдыхать. Пойдем отдыхать. Представляете, кот только что тут большой. Такой чуть... О, боже мой, какой он огромный. Не съел еду девочки. Девочка поставила здесь еду уборщица. Пошла в туалет. Это когда-то лайка-дог. Боже. Девочка смеется. Смотрите, кстати, здесь стоят люди, приносят вот такую еду котикам. Вот это кот. Слушай, ну он здоровый. Да-да, я сказала, что это здесь только поставили, а приносят еду люди. Так люди еще это в русскоязычной группе девушка писала, что она привозит, сама покупает за свои деньги и привозит в парк Аль-Мамзары, выставляет вот эту еду. Да, мы уже собрали, сейчас покажем вам парк чуть-чуть. Вот наши вещи, все, одеваемся и будем идти. Вот уже идем по дорожке к парку. Смотрите, какие здесь просто даже хвойные деревья есть. Это хвой? Ну да, просто сесть, подышать классно. Вон остается пляж номер два. Киоск, где можно купить всякую мелочишку, попить, кремы для загара, мужской туалет, женский. И вот здесь есть очень много площадок для деток поиграть, очень много зелени в тени посидеть. Такие лавочки, грибочки тоже есть вдалеке. Ну вообще классный, конечно, такой пляж Аль-Мамзар. Даже он называется парк Аль-Мамзар. Ну можно я скажу, грязный стал. Песок ставят, они чистят. Да, бычки там валялись. Очень много. Рыбка, смотри. Ну вот, если видно. Ну идем вперед, сейчас просто покажем еще немножко парк и будем ехать. Слышите, как птички поют. Класс. Такое зеленое место. Просто идемся вперед. И наслаждаемся погодой и теплом. О, Наташа вот сидит, отдыхает. Все, маска упала. Так, ну вот парк, который я хотела показать. Смотрите, какие красивые здесь виды, небоскребы. Можно, конечно, обойти еще другой конец. Там будут еще лучшие виды. Представляете, когда все это цветет. Сейчас просто зеленая травка. Такие купола, которые напоминают Таиланд, если честно. Ну вот, в принципе, и за теми деревьями, по-моему, есть бассейн там платный. Что-то там 10 дирхам ход, 2,7 доллара. Вот еще есть вот травка. Там сейчас много людей сидит, не хочу уже снимать. Вот, в принципе, такое сегодня видео было про чудесный парк. Только не снимай там. Классной водой. Теплой. Не с очень теплой водой, но с очень классным. Для этого времени сезона, кстати, нормальная температура. Ну, ты знаешь, я что-то уже как-то... Ну, холодно зимой, холодно все равно. Лучше в бассейне, в тепленькой. Лучше в бассейне. Вот. Ну, это ваш выбор. Пишите ваш выбор в комментах. Мне пляж понравился. Мне он всегда нравится. Вот, Наташа, желаем всего лучшего. Прощаемся. Все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.